Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Ну и сегодня в нашей студии начальник отдела климата и методологии Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я уж не знаю, какая будет погода в 6939 году, но вот насколько далеко может заглядывать современная метеорология в прогнозах на погодные условия на ближайшее будущее? Если мы говорим именно о прогнозах погоды, то это достаточно краткосрочные прогнозы, то есть самые точные это буквально пару дней. Также есть прогнозы на неделю и для отдельных отраслей коллеги-синоптики также подготавливают прогнозы на сезон. То есть, чтобы, например, определить тенденцию, будет ли теплее, вот, например, приближается зима, чтобы ответственным инстанциям сказать, теплее ли будет, например, или прохладнее будет, чтобы уже можно было планировать сезон. А если мы говорим про климатические сценарии, то разработаны модели, которые прогнозируют погоду, климат до конца этого века, то есть до 2100 года. Что же такие долгосрочные? Ну, мы знаем, что они меняются, и вот, в частности, этим летом тоже сравнивали, прошу прощения, сравнивали несколько компаний крупных, которые делают такие долгосрочные, ну, для нас, наверное, долгосрочные, то есть на следующий сезон прогнозы, и не всегда они точно совпадают, насколько им можно верить, и каким способом они, ну, составляются. То есть, если мы говорим про точность прогнозов, конечно же, прогноз на сезон или вот те климатические прогнозы, о которых я упоминала, они не скажут, какая точно будет погода вот 30-го, не знаю, марта 2073 года, они скажут тенденцию, то есть, например, сезональные прогнозы могут дать подсказку, будет ли теплее, холоднее, дождливее, засушливее, и также самое насчет климатических сценариев, они дают именно тенденцию, дают подсказку, как будет развиваться климат, и насколько он может поменяться, то есть это скорее именно тенденции, а не конкретный прогноз. Конкретный прогноз, это действительно, это очень краткосрочный, чтобы знать, нужно ли брать зонтик или, наоборот, солнечные очки, это действительно краткосрочные прогнозы, максимум до недели. А если вот, например, службы города обращаются к вам, вот день города, какая будет погода, или, например, там, ну, праздник, это там 11 ноября, 18 ноября, вот на параде, будут ли осадки во время парада, какие-то такие вот вещи? Часто к коллегам-синоптикам обращаются и в связи с какими-то праздниками и мероприятиями, и, конечно же, прогнозы постоянно уточняются, то есть, например, синоптики могут дать примерный прогноз за неделю, потом за несколько дней обновить, и, конечно же, самый-самый точный прогноз будет за день, за сутки. А бывает ли такое, что к вам обращаться, например, ну, мы все знаем, что летом происходит очень много в Дзентере всевозможных мероприятий, вот, например, какой лучше было бы, вот, нам для проведения, там, нашего фестиваля выбрать, там, конец июля, или, там, может быть, середина августа, чтобы было потеплее, потому что мы все знаем, что были и этим летом какие-то моменты похолодания с дождями, а затем снова вернулась теплая погода. Насколько мне известно, к коллегам обращаются, часто обращаются организаторы, и вот насчет, когда выбрать время, насколько я помню, обращались организаторы праздника песни и танцев, то есть действительно коллеги рекомендуют, основываясь также на климатической информации, которую мы подготавливаем, потому что можно посмотреть статистически, например, когда может быть теплее, когда чаще идут дожди, и тогда мы даем примерную рекомендацию, когда, возможно, будут более благоприятные условия. Раз мы затронули тему мероприятия, может быть, такой не очень с научной точки зрения вопрос, можно ли разогнать тучи, потому что раньше такое понятие было, что какое-то крупное мероприятие, можно каким-то образом повлиять на погоду и там разогнать тучи, чтобы дождя, например, не было. Это физически возможно? Да, это физически возможно, и это практикуют, но это получается как бы не разгон тучи, просто дождь проходит где-то в другом месте, то есть это прогнозируется, куда пойдет облако, где будут дожди, и, используя специальные реагенты, просто дождь проходит в другом месте, не там, где будет мероприятие, а где-то раньше. Но не вы этим занимаетесь уже? Нет. Но Влады этим тоже занимаются? Не знаю, к сожалению, не скажу. Но вообще в мире практикуют? Практикуют. А это дорогое вообще удовольствие? То есть это же необходимо, я понимаю, потенциальную тучу на подходах к городу поймать и реагентами ее спровоцировать, чтобы дождь пролился до того, как он достигнет городской черты, да? Именно так, то есть это должны быть и вертолеты, возможно, то есть какая-то техника, чтобы можно было распылить и рассыпать эти реагенты, то есть это, я думаю, достаточно дорогостоящее удовольствие. Если мы о текущей погоде для простых жителей, ежедневной, обещали потепление вроде как, и действительно солнышко вышло, но это не всегда, как мы знаем, показатель тепла, и даже наоборот, судя по прошедшей ночью, какие на ближайшее время прогнозы вы можете дать? Ну, этим прогнозами занимаются коллеги-синоптики. Я вам могу, вот как я уже упоминала, прогнозы до 2100 года. То есть короткосрочные – это синоптики, долгосрочные – это вот я и мои коллеги-климатологи. То есть, конечно же, да, возможно, прогнозировалось будет потепление какое-то, но надо всегда держать в голове, что в Латвии нет таких стабильных каких-то сезонов жары или сезонов дождя. То есть в Латвии все меняется, и погода может меняться достаточно стремительно. То есть мы не можем сказать, что вот наступает сезон дождей или вот сезон жары. То есть все это меняется, и прогнозы меняются очень быстро, то есть прогностические модели пересчитываются несколько раз в сутки, и в зависимости от нынешней ситуации, атмосферы и всей большой системы, результат этих моделей, результат прогнозов будет каждый раз отличаться. У нас в прошлое лето было очень теплым, и ходили случаи, что вот это глобальное потепление нас наконец-то достигло. Однако в этом году даже приводились данные, что, по-моему, 19 или 20 сентября было плюс 30 градусов год назад, а сейчас буквально чуть ли не уже грозят заморозками. То есть отменяется это глобальное потепление, или это… Нет, ну что вы, глобальное потепление – это общая тенденция. Это не конкретная погода сегодня, завтра или через месяц. Это общая тенденция. И обычно, к сожалению, возможно, у людей достаточно краткосрочная память. То есть нам кажется, что лето прошедшее было очень холодным, но мы, например, часто забываем про июль этого года, июнь, извините, который был очень жарким, и, то есть если смотреть по данным, он был на 3,8 градуса теплее, чем норма. То есть это был экстремально жаркий июнь. Это самый теплый июнь в истории был. Конечно же, в памяти больше остается уже июль-август, которые были прохладнее, но даже если мы смотрим все лето вместе взятое, все равно было теплее, чем норма на целый градус. То есть тенденция, она остается. И если мы смотрим не только лето, но и, в общем, последние сезоны, последние года, стабильно держатся тенденция, что прошедшие погодные условия теплее, чем норма. Мне кажется, в июне просто еще людям после прошлого лета, которое было долгим, может быть, чуть-чуть прохладнее, но долгим, и им казалось, что ну июнь, это еще только начало, можно как бы не обращать на него внимания, тепло еще будет, поэтому, может быть, так мимолетно пролетело. Надевайте, пожалуйста, наушники, нам уже звонят. Напомню, что у нас в гостях начальник отдела климата и методологии Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Светлана Анискевича. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Хотел задать такой вопрос. Как-то может быть такое, что климат в Латвии меняется? Вообще вот тенденция изменения климата, она имеет между собой теленение? Скоро ли заколосятся у нас, в общем, ананасы и бананы? Спасибо за вопрос. Действительно, климат меняется, и климат меняется не только в Латвии, а во всем мире. И мы с коллегами проводили анализ данных наблюдений, то есть по всей территории Латвии находится достаточно большое количество метеорологических станций, станций наблюдения, на которых производится достаточно обширный набор наблюдений. То есть это и привычная нам температура, осадки, также солнечная радиация, глубина снежного покрова, влажность и так далее. И сохраняя и анализируя эти данные, мы можем проверить тенденцию. И если смотреть исторические данные, то есть, например, последние 50 лет, то действительно наблюдается тенденция на увеличение температуры воздуха, и причем самая значительная тенденция именно в зимний период, изменение температуры. Также меняется количество осадков, то есть количество осадков становится больше. Меняется глубина снежного покрова и так далее. То есть, в принципе, даже сейчас речь идет не столько о глобальном потеплении, именно как о потеплении, а вообще об изменении климата. То есть меняется вся система, меняется привычный нам раньше климат. Но для Латвии, например, можно ли говорить, что эти изменения климата, наоборот, на руку, потому что мы всегда жаловались на то, что у нас более холодные, чем по сравнению с какими-то южными курортами, климатические условия. Туристы жалуются на холодную воду, на малое количество солнечных дней в летний период. И таким образом мы оказываемся в более привлекательных условиях. Может быть, на первый взгляд, для простого обывателя в наших климатических условиях может показаться, что действительно у нас будут более выгодные условия, то есть, не знаю, например, короче сезон отопления или теплее лето. Но также это влияет не только на ежедневную жизнь привычную, нам это влияет на все отрасли. То есть то же самое сельское хозяйство ощутит изменение климата. Также, например, появятся, может быть, какие-то новые насекомые, животные, птицы. Уже появляются, уже есть данные, что в Латвии обнаруживают тех насекомых, которых раньше просто не видели. Действительно. То есть появляются какие-то инвазивные насекомые. Также, например, с одной стороны, кажется, да, будет теплее летом и, кажется, будет лучше. Но с другой стороны, надо иметь в виду, насколько подготовлена ли инфраструктура, общественные учреждения. То есть, например, когда происходят достаточно долгосрочные волны жары, то есть долгое время повышенная температура воздуха. Например, насколько приспособлены больницы, школы, детские сада и так далее. То есть, насколько мы сможем эту жару спокойно переносить. То есть есть, конечно, как и определенные плюсы, но также есть и минусы. И всегда это, конечно, вопрос баланса. Готовы ли мы с этими минусами мириться или все-таки эти минусы будут достаточно критичны, что они повлияют на нашу жизнь и наша жизнь уже не будет такой хорошей, такой замечательной. Но это неизбежные изменения, которые мы предотвратить не можем. Частично мы можем повлиять, потому что, конечно, выбросы парниковых газов, они происходят. Мы можем их уменьшить, но концентрация этих же газов так быстро не уменьшится. То есть, если мы вдруг завтра перестанем все одновременно на всем земном шаре ездить на машине, то все равно концентрация СО2 и парниковых газов, она тут же не уменьшится. Она будет еще держаться определенное время в атмосфере. И то есть, это достаточно долгосрочный процесс, но, конечно же, каждый из нас и каждый из людей может повлиять на эти изменения, может ввести более, назовем так, экологический вид жизни и, соответственно, уменьшать свое влияние на климат. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефон нашего прямого эфира и номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1, климатолог Светлана Анискевича у нас сегодня в студии. Вот по поводу сосуществования многих отраслей в условиях изменения климата, обращаются ли к вам, не знаю, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, крестьяне, предприниматели, которым они делают, закупают, например, сейчас какую-то технику, да, вот для таких условий, но понимают, что там через 20-30 лет, возможно, что-то изменится. Да, к нам часто достаточно обращаются представители разных отраслей. Сейчас, например, если мы говорим о сельском хозяйстве, то на данный момент больше обращается именно страховщиков, то есть те, которые именно уже работают, я бы сказала так, с последствиями изменений климата. Если мы говорим про строительство, то, например, сейчас, насколько мне известно, Министерство экономики работает над обновлением так называемой строительной климатологии, то есть есть определенный закон, который оговаривает, какие должны нагрузки выдерживать здания, то есть есть, например, снежные нагрузки, ветровые нагрузки, и с изменением климата это, конечно же, все меняются, эти показатели, и за этим надо следить, то есть надо регулярно обновлять эти нормативы. А страховщики, вот вы сказали, это страхование на случай неурожая от засухи, там наводнений, там каких-то таких вот бедствий, да? Да, в том числе, да. То есть обращаются. То есть если изменяются климатические условия, то повышаются риски и меняются условия страхования, то есть таким, ну, цепочка, да, получается? Да, то есть это очень сложная цепочка, с учетом того, что есть, как я уже упоминала, определенные тенденции в разных метеорологических параметрах, также существуют тенденции на учащение экстремальных явлений. То есть даже с учетом того, что есть тенденции на увеличение осадков, все равно бывают экстремальные случаи засухи, как, например, в прошлом году была очень сильная засуха, так, например, может быть какая-то экстремальная жара или экстремальный холод. То есть если смотреть общую тенденцию по всему миру, чаще становятся всякие экстремальные явления, и то есть действительно для страховщиков это важно, потому что именно экстремальные явления – это то, что влияет на нашу жизнь. Ну, климат не только в Латвии – это такое очень общее дело, мне кажется, и здесь не только люди должны объединяться для того, чтобы как-то влиять или наоборот не влиять на это, но и климатологи тоже, наверное, там не каждый в своей стране отдельно сидит и совсем автономно существует и прогнозирует, как это происходит с другими странами, с какими, как это вот устроено в мире климатологов. Мы именно в Латвии очень активно сотрудничаем со скандинавскими странами, то есть есть объединение метеорологических центров в Скандинавии, то есть мы работаем над какими-то общими задачами, обмениваемся опытом, принимаем опыт методики, то есть в принципе есть какие-то сотрудничества, есть какое-то сотрудничество между метеоцентрами и, конечно же, в принципе, всю работу климатологов, синоптиков регулирует Всемирная метеорологическая организация, которая регулярно выпускает какие-то рекомендации, нормативы и так далее, и, конечно же, все метеорологи должны следить за этими нормативами. Ваши рекомендации, ваши решения, они насколько влияют на жизнь страны, то есть насколько к вам прислушиваются, можете ли вы, ну, я не знаю, не то чтобы диктовать, но говорить, что если мы не сделаем так, то тогда последствия будут катастрофическими и насколько ваш голос слышит? – Хотелось бы, конечно, верить, что нас слышат, но для этого мы, конечно же, дополнительно сотрудничаем с министерством, то есть метеорологический центр находится под руководством Министерства окружающей среды и регионального развития, и, конечно же, мы сотрудничаем с министерством, то есть, например, мы подготавливаем какие-то исследования, анализируем климат и так далее, и на основе этих данных уже министерство подготавливает какие-то нормативы, рекомендации и так далее. То есть, насколько я помню, мне кажется, в этом году министерство выпустило стратегию, как подстраиваться к изменениям климата, то есть это уже документ на государственном уровне, который, конечно же, основывается на наших исследованиях, на наших данных. – Какие там пункты, может быть, самые такие яркие вы можете вспомнить? – Документ очень обширный, и он охватывает практически все отрасли жизни, начиная от здоровья, гражданской обороны, заканчивая сельским хозяйством и так далее. И то есть, там достаточно большой перечень действий, рекомендаций, что конкретно министерство или учреждение должно сделать и до какого определенного года. – А для людей, как Вы думаете, вот эта коммуникация, она все-таки очень важна, мы знаем сейчас вообще, в картинках мы все намного легче воспринимаем, и как-то донести информацию надо подойти к каким-то творчествам, как-то креативно это сделать, не знаю, памятка, вот такой большой документ для министерства учреждений, не надо ли для жителей Латвии делать, как вот, не знаю, там листовка, что надо делать, если там землетрясение по пунктам, и, не знаю, такой же документ маленький, чтобы он был наглядный в школе, начиная с первых классов, показывать. – Действительно, и мы работаем над этим, то есть, если мы, например, проводим какое-то исследование, то мы, конечно же, подготавливаем официальный документ, который могут прочитать заинтересованные люди, которые могут понять и разобраться в этом большом, иногда бывает, на несколько сотен страниц документе. Ну и, конечно же, самую главную идею информацию мы стараемся подготовить в виде графиков, в виде картинок, в виде информации, мы активно участвуем в социальных сетях, то есть, у Метеорологического центра есть аккаунты в разных сетях, и любой заинтересованный может следить, а если говорить про какие-то брошюрки о действиях в разных ситуациях, в разных ситуациях, то это, конечно же, должно быть в сотрудничестве с, например, пожарно-спасательной службой, потому что мы можем сказать, что может случиться, а коллеги уже должны тогда сказать, как надо действовать в данных ситуациях. – Был у нас звонок, перезвоните 67212-93-9, 67213-93-9, и в WhatsApp нам пишут, какие перспективы изменения уровня Мирового океана и Балтийского моря. – Вот как раз, да, предвосхитили мой вопрос, мы же находимся практически на побережье, насколько Риге может угрожать какой-то подъем воды? – Насколько я помню, если брать мировые исследования, то вообще глобальный уровень океана может подняться вплоть до полметра к концу этого века, то есть изменения, конечно, достаточно серьезные. Чтобы говорить о конкретных локальных изменениях, мы планируем провести исследование, анализировать именно изменения уровня моря и воды на территории, в районе Латвии, и то есть это мы планируем исследовать. – Надевайте наушники, звонок у нас. – Доброе утро. – Здравствуйте. Когда же мы в Латвии наконец-то почувствуем это глобальное потепление? Сегодня утром плюс полтора градуса в Евромоле. – Спасибо. – Спасибо, но действительно просто уже наступила осень, а мы все еще хотим верить, что еще лето, наверное. Но получается, как я уже упоминала, глобальные изменения – это не погода сегодня, это не погода завтра, не погода через три дня. Глобальные изменения мы не почувствуем, вот прям сегодня не чувствовали, а завтра почувствуем. Это общая тенденция. Действительно, может быть, мы ее глобально почувствуем, может быть, лет через 10, 20, 30, и то, если мы будем помнить, какой был климат до этого. Но эта общая тенденция, она сказывается на все. То есть, как те же самые сельское хозяйство и страховщики к нам обращаются, эти экстремальные явления влияют на все. То есть, мы чувствуем эти изменения, может быть, не на уровне обывателя, а на уровне отраслей уже. Но тут вот еще такой момент, что смываются эти границы. То есть, например, в прошлом году, 30 сентября, еще купаться можно было, а сейчас еще не совсем конец сентября, но уже шубу хочется какую-то надеть. То есть, вот если раньше у нас в детстве картинки зима – это зима, знаем, там осень – это осень, лето – это лето, то возможно, что наши дети, внуки, правнуки, у них уже не будет вот этого такого четкого разделения сезонального. Скорее всего, и сейчас в метеорологии не особо выделяют такой термин, как «метеорологические сезоны». То есть, в мировой практике такого термина обычно нет, это используются календарные сезоны, ну, или астрономические сезоны. Но все-таки нас часто спрашивают, наступило ли метеорологическое лето или метеорологическая осень, поэтому нам действительно стало интересно, и мы с коллегами попытались проанализировать эту тематику, и мы за основу взяли когда-то используемые коллегами определения, то есть зима – это когда температура стабильно ниже нуля, лето – когда температура стабильно выше 15 градусов. Когда такие определения были? Такие определения уже достаточно, получается, идут из, мне кажется, середины прошлого века. То есть, это такие достаточно уже стабильные определения, назовем это так. То есть, в интернете иногда они проскакивают, журналисты иногда у нас спрашивают про вот метеорологические сезоны. И мы, просмотрев, заметили некоторые тенденции, то есть, например, весна, примерно на неделю метеорологическая весна начинается раньше. Например, лето стало длиннее где-то на 10 дней, именно метеорологическое лето. Осень на неделю начала, а раньше стало на неделю раньше примерно. Зима, если зима, получается, начало примерно без изменений, то сам метеорологический сезон такой, зима, стала на неделю короче. То есть, получается, те условия, которые мы принимали раньше, вот зима, мороз, температура ниже нуля, такие погодные условия становятся реже, они менее стабильны. То есть, то, что раньше у нас в представлении было или ассоциировалось с зимой, снег, всё белое, к сожалению, со временем такие погодные условия будут всё реже и реже. И с этим, конечно же, надо считаться. То есть, те любители, извините, те любители, например, зимних спортов, к сожалению, уже реже смогут заниматься своим любимым спортом. Ну вот если брать конкретно 10-20 лет пройдёт, вот какие изменения мы ощутим на себе? То есть, постепенно, конечно, будет расти температура, будут больше осадков. Но действительно самое, наверное, важное – это чаще будут какие-то экстремальные события. То есть, вот как в прошлом году в конце сентября было ещё плюс 30, и буквально через несколько дней был зафиксирован уже первый снег. То есть, там буквально была разница пару дней между последними 30 градусами в году и первым снегом. То есть, это достаточно такие экстремальные события, которые, конечно, какие-то экстремальные были и раньше наблюдались, то есть, снег и так далее. Но сейчас это становится чаще и опаснее. Надевайте наушники, звонок ещё примем. Доброе утро. Доброе утро. Не утренний вопрос. А сколько наше государство вообще на метеорологию, на исследования и на прочие вещи тратит? Не назовёте примерно сумму в год? Спасибо. Нам тоже интересно. Мы тоже хотели бы знать, насколько это государство понимает, осознаёт, что это проблема. То есть, в принципе, к сожалению, я сумму не знаю. То есть, сразу же, отвечая на вопрос, к сожалению, не смогу ответить. Но, действительно, мы, особенно как часть, как государственное учреждение, мы получаем государственные задания, мы их выполняем. То есть, государство принимает активную достаточно роль в метеорологических исследованиях и, соответственно, то есть, регулярно, ежегодно мы получаем новые задания, которые финансируются полностью государством. То есть, в принципе, если так брать, то есть, климатология по большей мере именно финансируется государством. Ну, условия, вы чувствуете поддержку, что у вас хорошая техника, что если вам там что-то надо, вы можете запросить, и вам дадут... И вообще, какая техника используется? То есть, если раньше мы выходили на улицу, там, значит, смотрели, плывут там локад, ну, как бы визуальные наблюдения, сейчас какие-то... Сейчас все наблюдения на станциях, то есть, на всех метеорологических станциях у нас стоит только автоматические наблюдения. У нас нет ни одного наблюдателя на станциях, то есть, любые наблюдения, начиная с тех же самых облаков, заканчивая скоростью ветром или глубиной снежного покрова, это все происходит автоматически, то есть, регулярно, например, некоторый сенсор, скорость ветра, сенсор меряет каждые две секунды, проводит расчеты и каждую минуту отправляет данные уже в центр нам, в Ригу, и то есть, вот мы практически в живом режиме видим, какие погодные условия по всей стране. И потом эти данные уже анализируются, эти данные в оперативном режиме видят синоптики, которые используют тут же для прогнозов эти данные, дальше мы уже сохраняем данные в базу, и климатологи уже дальше используют и как вот новейшие полученные данные, так и исторические данные, которые у нас хранятся достаточно долго. Вот как раз про исторические данные я хотел спросить, вот понятно, что есть какой-то морубеж, когда начались регулярные метеорологические наблюдения, а если вот пытаться обнаружить их в перспективу, как говорят, старики помнят, что их там деды говорили, что их деды видели там что-то. Используются ли, например, какие-то исторические источники вот из исторического архива наблюдения, где, не знаю, в летописях всевозможных там фиксировались температуры, какие-то экстремальные явления для того, чтобы проанализировать в перспективе? У нас в базе, мы храним, конечно же, только наблюдения и, например, самые, насколько я помню, первые наблюдения, что у нас есть в базе данных, это с метеорологической станции в Риге, 1795 год, если я не ошибаюсь. И мы стараемся, конечно же, использовать в основном наблюдения, потому что все-таки это более объективный источник данных, потому что если мы смотрим в какие-то летописи или такие источники, то действительно там может быть какая-то часть субъективности, кому-то было холодно, кому-то было жарко, потому что все мы люди, и у каждого свое ощущение температуры и так далее. Пишет нам в WhatsApp, стоит ли нам готовиться к частым мощным ураганам? Знаем, что цунами, да, уже последние несколько сезонов даже, в этом году несколько раз, в прошлом году тоже воронку вот эту замечали. То есть ураганы, например, это очень локальные явления, которые, к сожалению, чрезвычайно сложно прогнозировать и еще сложнее наблюдать, потому что, как я уже упоминала, сеть наблюдений – это отдельные станции, отдельные точки. Какое-то такое экстремальное явление, тот же самый, например, град, он может просто пройти стороной мимо станции, и мы не можем его зафиксировать. И, соответственно, и синоптикам гораздо сложнее прогнозировать. И, то есть мы затрудняемся с такими экстремальными событиями. То есть, конечно, прогнозы максимальные, стараются прогнозировать экстремальные явления, но так вот наблюдать их достаточно сложно. Но вот даже на моей жизни, я помню, что конец 60-х, по-моему, был очень сильный шторм, который смыл тогда буквально песчаный, песок вьюрма, лес уничтожил скамейки, перевернул раздевалки. То есть это было какое-то такое глобальное стихийное бедство. Это даже, по-моему, деревья подмыло, и какие-то деревья рухнули, сосны вот в дюнной зоне. То есть такого рода экстремальные природные явления, они как часто могут быть, и можно ли ожидать их повторения? – Действительно, такие явления и случались, и будут случаться. Например, в свете событий в этом году мы смотрели историю, когда какие-то сильные ураганы, ветра были. Например, если я не ошибаюсь, это были 90-е года, был сильный ветер, что аж снесло крышу Урундальского замка. То есть эти события, они случаются. Например, самые большие порывы ветра, если мне не изменяет память, это было в лепое 48 метров в секунду, и это было, мне кажется, 60-е года. То есть экстремальные события были как и раньше в истории, так они и будут дальше. Только с изменением климата они будут все чаще и чаще становиться, к сожалению. – Но их прогнозировать возможно? – Синоптики работают над этим, стараются. То есть, конечно, это все зависит от модели, от их точности, но коллеги стараются прогнозировать. – Доброе утро. – Доброе утро. Скажите, а вы не теряете на приметы, народные приметы? Не сравнивали никогда вот приметы, если сегодня будет солнце, значит, зима будет такая? Или наоборот? Какие-нибудь такие есть исследования или замечания? – Спасибо. – Спасибо. Да, народные приметы. Верите ли вы в народные приметы? – Спасибо. Это действительно интересный вопрос. И мы с коллегами смотрели этот вопрос. И действительно, наверное, одно из самых популярных примет – это про дождь в Янову ночь. И то есть, что если Янову ночь дождливая, то и потом все лето дождливая. Но получается, сам Янов дождь уже хорошо, если 50% случаев с дождем. И вот эта вот совпадаемость, что дождь на Лига и потом все лето дождливая, это на некоторых станциях в принципе сопоставимо с простой случайностью, с простым подбросом монеты. То есть, например, на станции Даугавпелс было всего лишь половина случаев, когда действительно был дождь на Лига, и все лето было достаточно дождливым. То есть, если так смотреть какие-то приметы, получается все-таки скорее это такое случайность или совпадение. – Закономерности нет в этом. Как мы на сегодняшний день себя ведем? Последние десятилетия активно говорят, что нам надо возвращаться к сортировке мусора, что нам надо следить за собой, пересматривать свои привычки, заботиться о будущем, хотя это тяжело, и люди не понимают, почему они должны сегодня что-то делать для того, чтобы потом через 100 или 200 лет что-то было. Они считают, что они живут сегодняшним днем, и повышение мирового океана на один сантиметр для них – это ну что там один сантиметр, это ни о чем. На сегодняшний день мы улучшаем свои привычки. В общем, вы с коллегами тоже общаетесь по всему миру о тенденциях. Что можете сказать? Если мы говорим глобально, конечно же, особенно в больших странах, экономически развитых, действительно идет тенденция на более экономическое и экологическое поведение. То есть та же самая сортировка мусора, меньше пластика в жизни, меньше машин. Действительно есть такая тенденция. И, конечно же, это поможет повлиять на вот эти изменения. Действительно, да, может быть, мы в повседневной жизни не так чувствуем эти изменения на себе. Но достаточно одного какого-нибудь экстремального события, и все сразу же это почувствуют. И то есть лучше не доводить до этого, лучше все-таки делать сейчас, чтобы не было проблем потом. А почему климатологи так аккуратно об этом говорят? Ну вот надо бы, чтобы в будущем все было нормально. Почему не трезвонят во всех колокола, что люди подумают о том, что вы делаете, что мы там уничтожаем, что наши дети, наши внуки, и мы там, посмотрите на свое здоровье. Тут должно быть все-таки действительно сотрудничество со всеми отраслями, потому что мы именно анализируем, что происходит сейчас в системе, в атмосфере, что происходит с погодой. Как это повлиять на конкретные отрасли? Тут должно быть также сотрудничество с коллегами, то есть, например, как повлиять ли, на здоровье ли или на то же самое сельское хозяйство. То есть тут должно быть общее сотрудничество, и, конечно же, оно также должно быть сотрудничество с политиками. Насколько политики понимают угрозу, которую несет в себе изменение климата? И ведь здесь есть момент, что им, может быть, неудобно говорить избирателям, ну, то есть какие-то неприятные вещи, им всегда хочется представлять как-то ситуацию более, ну, приятной для избирателя. Ну, насколько мне известно, например, то же самое Министерство регионального развития, Министерство окружающей среды, защиты окружающей среды и регионального развития очень активно работает над этим вопросом. И, как я уже упоминала, была разработана стратегия, которая включает задания и цели для всех отраслей. То есть, в принципе, политики действительно работают над этим, и министерства вот в том числе. Как, нам уже не так много времени у нас остается, как будет климат в Латвии выглядеть через 20-30 лет и через 100 лет? Ну, то есть, опять же, все эти параметры, все эти тенденции, которые мы видим уже сейчас, они продолжатся, и все зависит от того, как мы будем действовать. То есть, например, глобальные модели климата, они разработаны в нескольких, назовем так, сценариях. То есть, есть сценарии, которые берут во внимание деятельность, вернее, все сценарии берут во внимание деятельность человека, но только некоторые разработаны с тем, что человек будет действовать, чтобы уменьшить изменения климата. Есть, например, сценарии, которые предполагают, что люди как и жили, так и будут жить. И, конечно же, эти вторые сценарии, они такие достаточно критичные и показывают достаточно большие изменения. То есть, если говорить о конкретных параметрах, то, например, средняя температура воздуха за последние 30 лет увеличилась на 0,7 градуса, то к концу века в случае среднего сценария увеличится на 3,5 градуса, а в случае плохого сценария 5,5 градуса. То есть, шубу жене можно не покупать. И это только Латвия, да, действительно. То есть, также с осадками есть разные сценарии, и действительно, те сценарии, которые предполагают, что люди ничего не будут делать, достаточно драматичны и выглядят очень-очень критично. Последний, может быть, уже вопрос. Вот насколько нам надо привыкать к этой непредсказуемости погоды, что вот вчера было плюс 25, сегодня ночью, может быть, уже и 0 градусов. И это уже становится нормой, то есть, ты должен посмотреть прогноз и быть готов к тому, что не знаешь, какая завтра будет погода. К этому лучше готовиться, но с этим лучше не смиряться. То есть, это действительно всё связано с изменениями климата, то есть, вот эти перепады, погоды, перепады, они, конечно, будут и дальше, и их, может быть, даже будет чаще, но всё зависит от того, что мы делаем сейчас. С этим можно бороться. Действительно. То есть, если мы продолжаем жить так, как мы жили, ну, это будет только чаще. Если мы будем что-то делать, есть надежда, что меньше будет таких резких перепадов и экстремальных событий. Берите в любом случае зонтики. Это не помешает, это точно. Спасибо. Начальник отдела климата и методологии Латвийского центра окружающей среды, геологии, метеорологии Светлана Нискевича была у нас в студии. Продолжение следует...